черным быть уже не круто как-то да сказал всем привет меня зовут алексей мы снова в московских альпах и сегодня будем тестировать комплект санта-круз а именно доска санта-круз и сид хэнд 153 ростовка с прогибом cam rock вот так у нас кембер и отсюда начинается рокер также на нее мы поставим крепление санта-круз моделька сендер в черном цвете мой размер м выглядит вполне неплохо по-модному полу сплошной хайбэк будем тестировать честно говоря я не смотрел что заявляет производитель по поводу их назначения по поводу и жесткости и мягкости и так далее по тестим скажу своих впечатления просто и все по настройке креплений я думаю что заморачиваться не стоит так визуально кажется что под мой ботинок сразу все настроено эта система с маленьким болтиком честно говоря есть система гораздо проще и удобнее чем вот такой маленький болтик на газ педали надеюсь санта-круз сейчас взялись плотно за свой став и придумают систему получше потому что вот это никуда не годится так все я разобрался я установил я молодец так вот вот смотри на что это такое видишь я даже с первый раз не попал вот она вот сюда должна уйти и теперь мы прикручиваем этот болтик но неужели нельзя было сделать проще конечно можно вот но опять же крепление мы ставим не каждый час даже не каждый день даже не каждую неделю а надеюсь что раз в сезон так сейчас проверим как они зафиксируют меня стрэп анатомически правильный верхний стрэп очень хорош так нижний чуть похуже верхнему претензий нет нижний жесткий но держит вроде бы ну вроде бы ухты доска приятная камрок хорошо щелкает и при этом гнется сжимается хотя это не мягкая доска довольно жесткая ну чё будем тестить поехали сжимается Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доска на скорости держит великолепно, в парке ведет себя круто, стабильности ей прибавляет ярко выраженный кембер посередине. Я даже не думал, что он настолько мощный, сколько... Учитывая, что он от крепления до крепления, если на плоское его положить, высота, наверное, будет... Ну, не сантиметр, но миллиметров 8 точно. Это довольно сильно для такого короткого кембера. Он прибавляет стабильности. Ой, сейчас, извините. Тяжко сразу так. В то же время доска прощает некоторые мои ошибки. То есть я пару раз даже чуть после себя гору кирпичей не оставил. Прощает она ошибки за счет рокера. По жесткости, мне показалось, если сравнивать с другими брендами, по жесткости она где-то четверочка. С таким прогибом, честно говоря, я бы добавил ей жесткости. То есть я бы сделал ее пятерку, чтобы вообще на ней можно было носиться, резать дуги, прыгать с трамплинов. К сожалению, мы с трамплинов сегодня не смогли попрыгать. Потому что великолепные шейперы в московских Альпах за ними вообще не следят. Они все кривые, ледяные. И это очень опасно. Ребята, конечно, прыгают, но я не готов. Если вам 16 и вы готовы, welcome. Так, по поводу креплений. По моим ощущениям, это крепление чуть мягче среднего. Также где-то 4. Очень удачно получилось. Доска примерно 4. Крепление примерно 4. Комплект работал вполне хорошо. Под него, конечно, я бы взял ботиночки помягче, а то у меня ботинки 6-7. Но зато было проще все прогибать, прожимать. Почему говорю, что доске бы добавил чуть-чуть жесткости? Мне показалось, после моего кембера, показалось, что все-таки рокер, который идет за закладной, слишком мягкий в этом месте. И когда мы отклоняемся, то наш сноуборд стремится выскользнуть из-под нас. Но при этом, учитывая, что он кембер, на нем легко давятся прессы. Чему я был, в принципе, удивлен. Но, опять же, это за счет мягкого ноуса и тейла. По ощущениям, когда катаешься, серединка доски пожестче, чем ноус и тейл. Вернемся к креплениям. Крепления, наверное, для фристайла. Вот, повторюсь, я не смотрел, что заявляет производитель. Мне показалось, что все-таки эти крепления не универсальны, и на них не получится у вас покарвить. Для фрирайда, скорее всего, они тоже мягковаты. Крепления просто для катания по трассам. Означает, подойдут новичкам. И также на них мне, в принципе, понравилось джибить. Гонять в парке просто весело. Ногу держит прекрасно. Анатомичные стрепы. Верхняя стрепа очень крутая. Очень круто сделана. Нижняя чуть-чуть похуже, чем верхняя. Но в целом достойна. Наверное, если говорить по десятибальной шкале... Ух! По десятибальной шкале для парка ставлю этим креплением 6. Доске, наверное, 7. В целом, мое мнение осталось об этом комплекте положительное. У доски мне очень понравился дизайн. Все яркое снова возвращается в моду. Черным быть уже не круто. Как ты, да, сказал? Ну, я имею в виду в черных шмотках полностью быть уже не круто. Здесь дизайн довольно яркий. Скользяк вообще красопетище. Не зря она называется Acid Hand. Все-таки Acid – это кислота. Также напоминаю про наш новый магазин на Таганской. Вот-вот откроется. Там будет максимально широко представлена коллекция досок и креплений Santa Cruz. По приятным ценам. Обещаем вам скидочки сезонные. Помощь с выбором комплекта, помощь с выбором ростовки. Все, заканчиваю. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok